Сегодня 91 год со дня основания киевского Динамо и уже 16 лет эта дата совпадает с днём смерти легендарного тренера клуба Валерия Лобановского. Алексей Пшевыский видел, как этот день провели люди, влюблённые в футбол. Его называли мэтром и профессором футбола. Западные журналисты за невозмутимость и спокойствие прозвали Валерия Лобановского железным полковником. А для своих подопечных он всегда был просто папа. Именно под его руководством Динамо, празднующее 91-летие, завоевало 13 золотых медалей и 9 кубков СССР. А выиграв Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА в 75-м получила мировое признание. Почтить память Валерия Лобановского сегодня пришли сотни людей. Для тех, кто живёт футболом, 13 мая – радостная и одновременно грустная дата. Это свято, 91-й год, основание великого безумного клуба. И символично, что эта потеря тоже в такой сумный день. Втрата вчителя, людины, друга, как никто в бывшем Радянскому союзе, так никто в незалежной Украине, а, возможно, и в свете, не перевершив досягнение этого тренера. Впервые увидел Лобановского футболиста на поле в 59-м. Тогда ещё мальчишка, а сегодня легендарный футболист Вландимир Мунтян. И не мог подумать, как он повлияет на его жизнь. День, когда вышел вместе с Лобановским на поле, не забудет никогда. И это произошло здесь, на стадионе «Динамо». В матче за дублирующий состав. Я когда впервые вышел, и он как раз в те годы, там у него была ситуация с Виктором Масловым, и он его поставил в дубль. И я оказался вместе с ним на футбольном поле. Любить футбол в себе, а не себя в футболе – легендарная фраза Лобановского. Именно своим подходом не только к технике, но и к психологии игроков он и запомнился миллионам. И эту память нельзя забывать, уверен Мунтян. Пока мы, как говорится, живы, мы должны помнить. Помните, Валерий Васильевич, ну ни одного представителя с Федерации футбола Украины. Ну, да не уважаем. Мы же не говорим, дайте делегацию нам, да? Ну, пусть придут вот этот один, пусть направят. Если тот же там кто, не буду называть, один, второй не уважает. Наибольшая дань памяти легендарному тренеру – новые победы, уверен президент «Динамо». Естественно, хотелось бы быстрее. Естественно, хотелось бы быстрее выиграть золотые медали, кубки, достойно играть в Лиге чемпионов. Но всему свое время. Я уверяю вас, что мы сделаем боеспособную команду, которую мы все, которые вот сегодня пришли в этот траурный день к Валерию Васильевичу Лобановскому. Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер».